Правила пенсионных выплат и удержания пенсионных взносов претерпели некоторые изменения в Казахстане. Согласно постановлению правительства РК от 9 ноября 2020 года, в некоторые правила, которые касаются пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда и внесения пенсионных взносов работающими гражданами РК, было внесено несколько изменений и дополнений. Изменения в правилах пенсионных выплат. В частности, изменения касаются текста самих законов. Например, во второй пункт правил осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений были добавлены такие понятия, как государственная корпорация правительства для граждан и проактивная услуга. К слову, проактивная услуга – государственная услуга, оказываемая в электронной форме по инициативе получателя услуг. Для ее оказания необходимо обязательное согласие пользователя, предоставленное посредством абонентского устройства сотовой связи. Это понятие появилось в законе не случайно, потому что он был дополнен пунктом о внедрении проактивной услуги. Новый пункт гласит, что ЕНПФ совместно с правительством для граждан ежегодно будут сверять список вкладчиков, которые достигли пенсионного возраста, но не обратились за выплатами из ЕНПФ со списком пенсионеров, получающих пенсию из госбюджета. Если будут обнаружены пенсионеры, которые получают государственную пенсию, но при этом до сих пор не обратились в ЕНПФ, им будет направлено СМС-сообщение с предложением в электронном формате оформить пенсионные выплаты со счета в фонде. Также в данных правилах появились небольшие изменения, касающиеся ссылок на другие законы и процесс оформления и осуществления выплаты. Изменения в правилах удержания пенсионных взносов. Одно из первых изменений в правилах удержания пенсионных взносов также имеет бюрократический подтекст. В частности, в третьем пункте закона сказано, что налоговый агент может получить из государственной корпорации правительства для граждан информацию о наличии у работника индивидуального пенсионного счета, открытого в ЕНПФ, для этого ему нужно подать заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером. Так вот, согласно устаревшему закону это заявление нужно было еще заверять печатью. В новой редакции словосочетание заверено печатью убрали. Наиболее значимое изменение коснулось казахстанских работников, которые работают по договору гражданско-правового характера. Согласно предыдущему закону от их имени производились обязательные пенсионные взносы в размере 10% от дохода, как и у наемных сотрудников. Теперь 10% было изменено на 5%. То есть пенсионные взносы трудящихся по договору ГПМ должны быть уменьшены в два раза. В качестве объекта исчисления пенсионных взносов по-прежнему учитывается доход в размере не выше 50 минимальных зарплат в месяц. На данный момент это более 2 миллионов тенге. Изменения в правилах выплаты государственной гарантии также несколько изменений коснулись правил выплаты государственной гарантии. Это деньги, которые государство доплачивает при получении вкладчиком пенсионных накоплений, если инвестиционный доход не догнал инфляцию в определенный период. Государственная гарантия должна покрыть недостающую разницу, чтобы доход в результате был равен инфляции в процентном отношении. Если на государственную гарантию претендуют вкладчики, поменявшие гражданство, согласно новой редакции закона они должны будут предоставить свидетельствование верности перевода иностранного документа на казахский или русский языки, осуществленное нотариусом. О назначении выплаты правительства для граждан теперь должно направлять личные уведомления, если нет возможности направить смс-сообщения на телефон. Эти и другие изменения должны вступить в силу со следующей недели.